Вот такую красавицу нашли в одной из съемных квартир города Рязани. Она выползла из-под стиральной машинки и очень напугала людей. Рептилия вела себя не агрессивно, тем не менее возникал законный вопрос, что делать с новым жильцом, не опасен ли он. Бывший квартиросъемщик на звонки не отвечал и, видимо, не хотел забирать своего питомца. Пришлось звонить по различным организациям. Поступил звонок в зооцентр и на проводе была девушка испуганная, взволнованная. Начала что-то говорить быстро-быстро-быстро. Из подстрелки вылезла змея. И что нам делать? Мы не знаем, куда нам обратиться. В общем, она была на самом деле очень сильно напугана. Я стала задавать вопросы, какая змея, каким цветом. Девушка сказала, черная. Я спросила, есть ли ободок у змеи, желтый, на голове. Девушка сказала, что нет, ободка нет. Я такая, так может быть у вас гадюка? Надо звонить в МЧС, а не в зооцентр. Ну, а потом выяснилось уже, немножко девушка успокоилась, пришел ее муж. И выяснилось, что это какая-то необычная змея, не лесная, не уш, не гадюка. Что это какая-то экзотическая змея домашняя. Александр рассказывает, что обнаружила змею его беременная на тот момент супруга. Мужчина испугался за жену. Приехав на помощь и рассмотрев поближе незваного гостя, он сделал следующее. Ну, с работы подпросился, приезжая домой, ну, на съемную квартиру, посмотрю, змея между стиральной машинкой и душевой кабиной. Вот, ну, как бы в растерянности. Ну, я аккуратно в коробочку положил, начал звонить по всем инстанциям, куда что. Вот, позвонила в зооцентр. Вы, говорит, ее никуда там не девайте, не выбрасывайте, мы, говорит, за ним подъедем. Змея оказалась королевским питоном, которого бросил прежний квартирант. Она жила без террариума, просто ползая по квартире. Из-за ненадлежащего содержания питон был вялым. Его сразу отправили к опытному реабилитологу. Через неделю сотрудники зооцентра забрали змею к себе. Состояние было она не очень, скажем, хорошим. Сразу в этот же вечер поехали к опытному человеку, реабилитологу, который занимается очень длительное время со змеями. Он ее осмотрел, нашел несколько у нее шрамов даже, потому что она ползала по квартире без террариума, безо всего. То есть она где-то повредила себе кожу. И у нее очень плохо проходила линька. Сотрудники зооцентра говорят, что в последнее время многие люди заводят экзотических животных, а потом не знают, что с ними делать, и бросают их. Подбирать и выхаживать приходилось даже енотов. Правда, со змеей они столкнулись впервые. Питон оказался молоденькой самкой. Ей дали необычное имя Люси. Когда уже муж вот этой девушки поймал эту змейку, посадил в коробку, то он пошутил. Это Люся, и она будет жить с нами. Но так как Люся, у нас уже есть один питомец в зооцентре, то мы ее решили назвать Люси. И ей, мне кажется, это больше подходит. На данный момент Люси чувствует себя хорошо, а семья, которая ее обнаружила, периодически приезжает навещать ее. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».